Всех приветствую на WallSuite Online. Уже более трех лет, возможно даже четыре, надо кстати поинтересоваться. Мы собираемся по одной и той же ссылке в комнате вебинаров касаемо фьючерсных рынков. Рассматриваем с точки зрения профильного и объемного анализа. Естественно применяется платформа WallFix.net и это хорошо. Рад всех видеть, в столь прекрасный вечер уже вторая неделя нового контракта декабрьского идет. И много интересных событий и ожидается, и произошло движение на рынках. Достаточно хорошую. И давайте начнем с новостей, которые ждут нас на следующей неделе. Сразу закроем вопрос по штатам. Ассамблея ООН, а также выступление Путина на ассамблее вроде как намечается. Я думаю, что поэтому много рынков и участников торгов ждут непосредственно этого события. И я думаю, после того, как пройдет ассамблея, будут уже принимать какие-то решения. И рынки начнут уверенное какое-то движение, тенденцию. Поэтому сейчас в режиме ожидания подтверждения, возможно, каких-то предположений на некоторых рынках. И такой легкий флэп. Ожидалось, что после фонки начнется сильное движение. Но тут еще один момент. Как раз это ассамблея. Итак, на следующей неделе в петролевом статус в среду по штатам. Потом Jobless Claims в четверг. И в пятницу в Employment Situation безработица. Это по штатам. То есть те, кто торгует валютные фьючерсы, те, кто торгует индексы по штатам. В четверг-пятнице будет кач. Будет движение, волатильность. И будете осторожны. Как раз на выход новостей, на открытие биржи. По другим странам. По другим секторам. Более-менее все по отчетам стабильно. Никаких сверхъестественных показателей. Единственное, в среду будет ВВП по Британии за второй квартал. Евросектор. Индекс потребительских цен. И ВВП за июль канадский. Ну, такой сомнительный отчет по Канаде. Но все равно. Так. Индекс зловой активности в производственном секторе по Китаю. Уже на этой неделе пошли некоторые отчеты. Мы видели, как удивила Америка своим ВВП. Надеюсь, честным. И это может дать позитив на индексы СНВ-500. В принципе, на фондовый рынок. Тем более, еще не повысили процентную ставку. И также на неделю ожидается отчет опережающего индикатора швейцарского K.O.F. Аналитики ожидают, что он выйдет на одну единицу лучше, чем прошлый показатель. Это сигнал как бы на то, что еще по всем показателям смотрят позитивно на следующий месяц движения рынков и экономическое состояние. Те, кто первый раз слышит об этом индикаторе, поищите в интернете. Там достаточно 12 вроде показателей экономических входит в расчет. И, ну, по крайней мере, он стабильненько работает. В общем, не сверхточный, но направление были в месяцах, когда не совпадало. Но так, в принципе, если существенное отклонение, то если хуже предыдущего, то ожидается снижение на рынках. Если выше предыдущего, то взгляд позитивный на экономическое состояние. Вот. Также еще у нас индекс делу активности в производственном секторе по Штатам и Британии, Германии и Китаю в четверг. Все они отчитаются по этим показателям. Ну, вот, в принципе, и все. Так, по отчетам. Ну, 28-го, если не ошибаюсь, будет ассамблея, если мне не подводит память. И четверг-пятница Штаты могут создать кач. Здравствуйте, это Raider33. Кстати, уже разместили результаты официально победителей. Ну, на самом деле, все, кто закрыли контракт в плюс, все победители. То есть, просто те, кто отличились, те, кто очень много уделяли внимание торговле, ежедневно работали, либо достаточно много сил и внимания уделяли торговле. Было на что посмотреть. Этих ребят можно увидеть первых в рейтинге по ЦМИ и Биржефордс на сайте Wallfix. Разместили уже списки. Я вас поздравляю. Еще пока идет обсуждение, продолжать ли конкурс в таком режиме, и много нарушений было среди участников, да и, в принципе, он был негласный. Поэтому, я думаю, нужно составить список требований к конкурсу и к трейдерам, чтобы все могли ознакомиться. Поэтому, если этот список появится, я вам сразу об этом скажу. Так, следующее. Рейтинг. Значит, начнем с S&P. Я некоторые инструменты буду брать за две недели, потому что те действия на первую неделю и отдельно за одну, за текущую. Значит, Архитект. Неплохо, неплохо, мне нравится, достаточно ровно, в своем стайле. Никаких отклонений по тактическим точкам входа, я думаю, даже на графике видно. Есть рисковые сделки, есть немножко поспешные точки входа. А так, три хороших жорта и даже что-то попытался вытащить из покупки. Неплохо. Есть понимание, что делать, как двигаться вместе с рынком. Поэтому, советую подписаться на этого трейдера. Вы можете коннектиться к любому трейдеру в рейтинге. Будут дублироваться сделки или будут приходить уведомления. Следить за какими-то трейдерами достаточно интересно. Когда начинается открытие биржи, как-то открывают позиции, покупают, продают. Естественно, хотелось бы немножко больше активности. Но так как уделять внимание счетам, если их несколько, то не у всех появляется время. Но все равно интересно. Более 180 участников трейдеров было на CME и FORCE в прошлом контракте. Это хорошо. С каждым контрактом количество трейдеров, которые торгуют публично и не стесняются, растет. И это радует. И LTE у нас круглый год. Так что, я думаю, что этот LTE намного справедливее. И более открытый и прозрачный. То есть, любые сделки можно посмотреть. Характер торговли, стиль, тактика. Это намного лучше информация, чем просто какая-то сумма в конце трех месяцев. Так, ну, в общем, трейдер с крайне неудачным ником набор букв. Была неплохая продажа, крайне рисковая. Ну, надеюсь поменять ник. Atom2 в шорте уже с 17 числа. И, судя по всему, не собирается его крыть. Позиционно, видно, зашел. Вот появился новый трейдер. TMF74. Пробы пера. Пока будем наблюдать. Ничего невозможно сказать. Бум. Тоже, вроде как, недавно появился. Как-то четко понимал 20-го числа, что нужно шортить. И этим самым себе заслужил, как бы, пять мест. И покупка у Стани Гула и Мистер Потата Хэт. Смешной такой аватарчик. Значит, на этой неделе по СНПетле челеси тот же и Архитект. Atom2, Бум, Потата и, в общем, те же самые трейдеры. Про виртуальный фонд я не забыл. И эта тема потихоньку развивается. И, я думаю, будут какие-то уже существенные подвижки в этом контракте. Как только что-то интересное уже будет появляться, я сразу на AllSuite Online расскажу. И как можно взаимодействовать с этим виртуальным фондом. Но все талантливые трейдеры, которые, например, планируют не только своими цельствами управлять, но и управлять дополнительными кэшем. Причем, не обязательно это делать на своем счету, либо через свой терминал. Просто будут дублироваться сделки трейдеров по их разрешению. И даже те, кто торгуют на виртуальном счету, но торгуют классно, те вполне могут участвовать. РТС на этой неделе мега победитель мистера Алекс Рус. Поздравляем. Вот так вот продажку протащил. Покупки были в первой половине недели немножко неудачные. А так вот протащил покупку с четверга. И даже что-то подгрузил. Единственное, еще раз повторяюсь, ставьте всегда без убыток, хотя бы перед выходными. Не привыкайте работать без стоп-приказа. Ставьте ограничители. Потому что в понедельник вы видели, что был такой бар. И это невероятно. В общем, нет комментариев даже, что там произошло на серваках биржи. И они там перезапускали все. Не знаю, как брокеры и как биржи это все. Кстати, кто-то пострадал в связи с этим баром. Ну, само собой, естественно, манипуляция. Списали все на серваке. Кто-то сильно пострадал из этих манипуляций. Висел кто-то на выходных в рынке. И если да, то как брокер, либо же биржа этот, можно сказать, конфликт закрыли или попустили на самотек. Мне просто интересно, потому что с российскими брокерами сейчас нет взаимосвязи. Нет, мне не это интересует, на каком вебинаре вы были. Ладно. Так, Денчик. Отличный ник. Очень запоминается. Нет вопросов. Стоят ограничители, лимиты, стопы. Все отлично. Уходит на выходные. В принципе, с плюсовой позиции, на безопасном расстоянии. Вполне может быть. Ну, единственное, прямо уж 8 контрактов ставить так точно. Себя ограничивать. Можно хотя бы 4. И 4 чуть повыше. Особенно, если нефтянка начнет набирать обороты на рост. Это, в принципе, способствует и на РТС хорошим тенденциям. Вырисовывается, если вы видите, достаточно такая распространенная объемная модель захвата. В техническом анализе ее назвают еще «голова и плечи». Ну, там немножко есть разница, но Сон 2, Трейдер 33 вместе с Еленой Сон рвут на части РТС. Если не ошибаюсь, один из их аккаунтов на Фордс в пятерке лучших. Это неудивительно. Старались. Трейдер Андрей. Нет вопросов. Немножко поспешен. Если это тот Андрей, который был на профкурсе, то пересмотрите еще раз правила выхода из позиции фиксации. Немножко с второй фиксацией косячок. Убивает риски. Это хорошо. Как бы не висит в убыточной позиции. Приветствуется. Ник. Гоу. 182. Ну, как-то уж фантастически точно открываются сделки. И также точно закрываются. Даже как-то не верится. Но прикольно, классно. Вот, продолжайте в том же духе. Пожалуйста, смотрите, как отличные входики. Вообще нет вопросов. Четко, чисто, аккуратно. Вот, если каждую неделю такие трейды проходят и серийность 6-7 из 10, то с таким трейдером можно сотрудничать с виртуальным фондом. Нанотек успешно вышел. Не по правилам, но трейдеры без ников не обсуждается. Макс. Также один из победителей. Форс или ЦМЕ. Да, Форс точно. РТС. И в этом контракте уже тоже показывают хорошие сделки. Вот шортец неплохой. И вышел. Ну и сейчас тоже в шортах стоп-лост стоит. Это хорошо. Это приветствуется. Потому что те, кто ходят на выходные, пускай даже на виртуальном счету, без стоп-приказа, это не профессионально. Это халатно, я бы даже сказал. За это очень быстро рублем трейдер заплатит и не успеет оглянуться, как сразу начнет ставить стопики, особенно на выходные. Вообще на выходные аккуратно нужно оставлять позиции. На РТС частенько такие всплески в понедельник бывают. Поэтому на осторожном. Риксос. Ну. Так. Риксос зашортил. Стоп-лост стоит. Плюсовая позиция. Ну. Круто, круто. Неплохо. Так. Снова мистер Алекс Рус. Второе место. Да. С покупкой были... С второй покупкой какие-то траблы. Тоже нет стоп-лоста. Это... Я понимаю. И возможно вы ставите скрытые стоп-лосты, которые в окне ордеров у нас есть возможность их выставлять. Тогда нет вопросов. То есть... А. Все. 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 В чате Алекс Рус отписался, что стоят хайбинг ордера. Кстати, те, кто присутствует, не торговал через наш терминал, у нас есть ордера, которые не видят даже брокеров. То есть они хранятся на серваках у нас, не у брокеров. И брокер видит уже тогда, когда проходит триггер. Например, там по какой-то цене. То есть, ну, ни для кого не секрет, что частенько брокеры работают против своих клиентов. И лучше им поменьше знать, где ваши ордера и ваши намерения, где вы будете останавливать свою сделку, даже фиксировать профит. Поэтому рекомендую пользоваться как раз хайбинг, триггер ордерами. Видео на YouTube-канале. Там в плейлист есть модуль программы возможности. И там точно найдете. Есть обязательно про окно ордеров. И видео там обязательно про эти типы ордеров идет речь. В следующую среду должен быть открытый вебинар в рамках очередного предстоящего, ну, уже из немного измененного профкурса. Он будет чисто по стратегиям. То есть подготовка уже будет происходить на первых двух уровнях. А третий уровень это чисто стратегии. И, как бы, обкатка торгового входа, то есть до автоматизма. Вот. То есть в среду, в принципе, можем их затронуть, эту тему по скрытым ордерам. И немножко показать их. Так, еще один аккаунт Rixos. И Sclave. Тут-тут-тут-тут-тут-тут. Неплохо, в принципе. Прямо так смотришь и радуешься. Хорошенькие, аккуратненькие сделочки. Ну, вот это, конечно, лишнее. Это сделка продажи. Вообще, как бы, открывать позицию в последний час перед закрытием нерационально. Потому что скоро биржа закрывается и активность объемная, которая может двигать цену, может легко прекратиться. И, в принципе, тенденция затухнет. И вы останетесь в подвиженном состоянии на всю ночь, до утра. Поэтому немножко нерационально. Закрыл, вот здесь продажу круто. Потом уже лишнее было. Ну, так, в принципе, неплохо. Отлично даже. Тоже стоит стоп-лосик. Все аккуратненько, хорошо. Позитивно. Со стоп-лосиком мало кто уходит на выходные. Снова ник go 182. И зафиксил покупку. Киберфон тоже был в десятке, как минимум, по некоторым инструментам за этот контракт. Такой дед уже в рейтинге. Вовка Бельм. Какие-то шарсы. Снова трейдер 33. Ух ты. Тут, правда, возникает вопрос, зачем было фиксить покупку, потом снова ее открывать. Но продажа, конечно, крутая. Нервы пощекотали, наверное, в пятнадцатом часе. Тоже уходят продажи на выходные. Но это немножко рисково. Особенно если позиция не ушла на безопасное расстояние. В понедельник можно ждать чего хочешь. Особенно если в понедельник какие-то важные новости. Маркуша тоже старичок. И стабильно старичок. Частенько закрывает неделю в плюс. Частенько его видно с положительным результатом. Своя торговля, своя специфика. Так, ну, без стопов уходит на выходные. Слен. И там дальше уже поменьше было. Так, еврик. Ну, радует на самом деле. Некоторые уходят трейдеры, уже натренировавшись и отточив свое мастерство, уходят на реальные счета. И у них уже просто нет времени в паблик рейтинге торговать. Но я думаю, что в ближайшее время можно будет свободно транслировать свои сделки и реальных счетов. Все больше и больше шлюзов подключения у нас в арсенале. Транзак, ритмик. Ну, на сайте можете ознакомиться. Там невероятно длинный список. То есть, практически уже к любому брокеру. Именно брокеру. Здесь в Форекс-компании дилинговые центры не обсуждаются. Можно подключаться к своим счетам и торговать непосредственно через Волфикс. Через наш окно ордеров, что намного удобнее. Так, бум. Первое место на Еврике. Так, тут шортец, покупка и продажа с опором. Так, все понятно. Здесь у всех еще пока нет четкого понимания, куда идет маркет. Так, сдался BMW чуть-чуть. Сражался, сражался и решил все-таки дождаться следующей недели. Оно и правильно. Так, ну, на Еврике нечего смотреть. Может, фунт кто-то взял. Там шортец был бы неплохой. Никто. Весь шортец пытались покупать. Так, золото и нефть. Сейчас быстро захватим. И на... Все те же нам и ниже. Кошак, Life is so short и M8. Вот они рубят золото, пилят пополам. А, Лалиса с ними в тройке идет. Да, все лучше и лучше у Ларисы с девочкой. Смотрим. Тут какая-то суетливость была. Неуверенность в среду. Ну, Лалиса, Life is so short и M8. Вот они втроем частенько пилят фич на золото. Так, ну, покупка Life is so short тут вообще, как бы... Единственный выход немножко был смазан. Ну, все впереди. Так, M8. Ну, как обычно, потихонечку рубит этот кусок металла. Аккуратненько, чистенько. Ай-яй-яй, да. Тут косячок был в пятницу. Двой косячок. Так. Я даже забыл точное время лондонского фиксинга. Ну, он так рановато выходит. Не в лондонский фиксинг попал со случайным 8. Надо посмотреть. Совсем уже забыл. Давненько. Так. Трипл Айп на нефтянке. Тут, по-моему, ты мой, сколько сделок. Ну, в общем, что-то получается. С этим надо разбираться. Очень много сделок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Очень рисков. Тоже кучу рисков. О, вот это первое место. Действительно, сделочка то, что нужно. Еще бы стоп-лосик вообще было в песне. Ну, Карлос там в рейтинге и в рейтинге. Америкашка и ракета. Да ты что. Ну, в общем, вот такие ребята. Есть на кого равняться. Так что, те, кто сомневается в себе и еще не верит, что можно работать на срочном рынке и потихонечку клацать кэш, вот пример, пожалуйста. Есть на кого равняться. Это вполне возможно. Нужно только хорошо трудиться. Так. Ну, в общем, можем начать с S&P. Да, кстати, я хотел предупредить. Там обновлялись списки рассылки на AllSuite Online приглашения. Вот. И чистили. Ну, грубо говоря, там очень много подписчиков, которые уже не открывают эту рассылку, либо она в спаме, то есть их удалили из листа, поэтому если вам не приходит приглашение, но вы бы хотели получать приглашение, просто повторно подписывайтесь на рассылку непосредственно по AllSuite Online на сайте Wolfex.net в разделе Education, Level 1, либо просто вбейте WallSuite Online, Wolfex, и Google вас быстро приведет к этой странице. Просто подпишитесь заново, и свежие списки, они будут в рассылке. Все старые списки, там их из несколько тысяч оставили 300 только. 300, которые здесь открывают письма и приходят по приглашению. Так, S&P здесь с июля, ну давайте возьмем с июня, склейка двух контрактов. Так, сейчас мы классно профайл еще включим, где он тут вот. Значит, под ВВП странным образом каких-то сильных вливаний по кэшу, по объему, ну, не было замечено, то есть достаточно так в рабочем режиме прошли торги, и это настораживает. Скорее всего, там тоже ждут ассамблею эту, и результаты, исход этой встречи, обсуждения каких-то вопросов, там, я думаю, будет очень активно обсуждаться вопрос по Сирии, как они поделят, в общем, нефть, и каким образом это все произведет. Я думаю, также будут вопросы по стоимости нефти подниматься, и тем самым образом либо подтвердятся какие-то предположения финансистов, либо опровергнутся. Поэтому и нам нужно дождаться этого события, и потом уже вместе с крупной рыбой захотите по тенденции. Значит, 1995-2015 сопротивление. Тут была невероятно ликвидная сессия. 4 миллиона оборотов за день. Мне пробили порядка 7 раз, и последний был тестовый уже на этом контракте. Третий раз формирует массив на 1915-1935-1936 плюс-минус. Похоже, построение, вот, модельность сессий по типу в четверг сняли. Не, не, нет, Влад, нет. Они не будут цены на нефть регулировать. Им же больше ничего не интересует. Демократия только и все. Так, 915-936 контрольный уровень. Если S&P будут удерживать еще на следующей неделе выше данного коридора, то, я думаю, что под такой завышенный ВВП плюс пока отложили повышение процентных ставок, если их вообще будет повышать. Возможно, что-то новое придумают. Ну, в общем, пока стоят. В общем, сильной загрузки по объему нет. И, в общем, ждем employment. Четверг-пятницу, думаю, начнется раскачка качели. И посмотрим, какой коридор они будут атаковать. Если повторная будет атака 95-й и 2015-й, я думаю, что манипулятивно, хитрым каким-то способом и могут еще как-то протащить, может, даже до 2100, там, месяц-два. Ну, пока сильного объема на резкий скачок цены, как видите, не обнаружат. Так, по дельте, как видите, нет ни агрессивного всплеска, ни байеров, ни селлеров. Все идет с переменной агрессивной активностью, то селлеры, то байеры. Но вот 18-го и 22-го числа по 40 тонн две сессии толкнули цену к 1905-й. Поэтому вот эти точки возьмите на заметку. вот, то есть, в принципе, будут удерживать, не пускать выше 957 и давить ликвидностью на... Ну, агрессоры будут на продажу, то могут пойти на 905-ю, там, возможно, даже пробьют. Но пятница и пятница, причем самое удивительное, в пятницу они не любят особо открыто идти, там, на покупки, либо на продажи. На выходные америкосы стараются сильно не загружать позиции. То есть, в понедельник, вторник, они это с удовольствием, но не в пятницу. Не хотят портить себе уикенд. Но, видите, эта пятница была такая на 17-м, конечно. Вот. И, в принципе, если закроется пятница ближе к верхней половине торгового диапазона, может быть, эта тенденция и сохранится на следующий недель. Более-таки детальные уровни мы выделим на 15-м интервале. По открытому интересу заметно, что четверг-пятница выходит из позиций не глобально, но были фиксации. Возможно, те агрессивные селеры, которые 18-го и 23-го числа шортили, скидывают эти продажи. Тем самым, дельта отобразилась на стороне байера. Ну, в общем, чуть-чуть зафиксировали. Поэтому, и эта тенденция на рост, она не подкрепляется, не подкреплена именно открытыми позициями. То есть, больше, как бы, фиксации. Поэтому она не сверхнадежна. То есть, на нее не как опорная точка. Поэтому дождемся, пока начнут вкидывать кэш в маркет. И с теми уровнями надежнее и спокойнее. Так, нас минутный интервал и... Так, так, так. Не понял. А, все-все-все верно, да. Это таймфрейм 2. До сих пор не могу привыкнуть к нему. Полезная штука, но постоянно не удивляюсь. Так, 36, 22, ну, 22 грубовато, но возьмем 21 точно. Так, вот это ядро недели, причем уверенно ядро недели. Торнинг, среда и частично четверг, частично пятница. Ну, в общем, основная часть недели как раз в этом коридоре и работала. Реверсивная. 24 сентября. Тут однозначно берем уровень в качестве поддержки. Проторговали 8 баксов по ликвидности неплохо. Плотноватые шли по объему, это хороший признак. Вполне могут еще поработать байеры в этом коридоре. Но то, что уже как бы пред завершение пятницы, но если оставят вот 36, 40, 44, будет в принципе неплохо. Стоят в боковике и как-то неуверенно они пытаются идти, возможно, даже манипулятивно идет сейчас процесс. Такой боковик жесткий. Но, в принципе, если не уйдут ниже 21,36, в понедельник вторник будет атаковать 50, то это будет хороший признак. То есть платформа, вот она. Площадка. Здесь особенно вторник, среда. В одном коридоре работали. Это америкосы очень любят. Они грузят в одном коридоре. Никуда не пускают в маркет. Цену не пускают, чтобы среднеизвешенная позиция была как раз там, где они хотят. Не разбрасывают по коридору объемы. Ну, четверг был, судя по всему, на сброс по стопам. И снова пошли в пятницу. Возможно, это двойной маневр. Есть такие модели, они сложные, но есть. Когда снимают и ту, и ту команду, и байровы солдеров. Поэтому, если как-то жестко они начнут падать ниже четверга, то, скорее всего, была двойная такая. Двойной маневр. И понедельник такой неприметный, но он есть. И там тоже волатильность была не просто так. 52. Возьмем в качестве сопротивления этот коридор ядро понедельника. Ну, сами понимаете, как можно так часто менять направление рынка. Внутри сессии вы здесь вообще раз 10 уже поменяли. То есть, это нездоровый процесс на рынке, скорее всего, манипуляция. Поэтому тут можно будет, я думаю, встретить хотя бы временно, но сопротивление вполне может быть. Возьмите на заметку. Ну, если понедельник будет так же идти на бай, то серия достаточно удачная. И вторник либо во флейте будет, либо дальше продолжит рост. Если не будут сильные атаки в понедельник-вторник на 1900-1908. Так, это по сипухе. Теперь у нас RTS. В принципе, если вы торгуете какие-то другие инструменты, и вам интересно было бы рассмотреть непосредственно их, если несколько присутствующих, то есть один и тот же инструмент, можно добавлять в некоторые рынки. Даже если, ну, я их не торгую, и объемный анализ, он адаптивный, там, не нужно академию заканчивать, чтобы новый инструмент торговать. То есть, очень легко переносится тактические модельные информации на другие рынки. По крайней мере, хотя бы вы будете ориентироваться относительно уровней. Так, вот такие у нас по RTS массивы. Плотная формация в районе 81-600, 583-84 уже неоднократно сдавалась тут активность байеров. И это, наверное, сопротивление номер один для RTS в ближайшее время. Вся ликвидность, которая прошла на суперповышенных оборотах, это поддержка номер один. То есть, мы уже на прошлом собрании выделяли первый уровень и уже последняя надежда, как говорится. Тоже это все поддержка, может, четверг здесь я ничего не знал. Мы выделили уровень и вот работали. Вот, поэтому те, кто пользуется уровнями, которые рассматриваются на Wall Street, я думаю, там как-то все-таки действовали на этой локации. Ставите алерты. В платформе Wallfix можно ставить алерты на объем, на цены и ничего не пропустить. И также массивность, которая не просто так сформирована в районе 80-78. Здесь, как бы, потенциально еще до нового контракта планировалось, что это будет площадка для покупки, да, то есть поддержка неплохая. То есть, здесь достаточно долго работали и там была хорошая ликвидность. А вот на этой неделе почему-то все-таки шагнули ниже и, может, сбросили по стопам. Но пятница относительно четверга торгуется крайне на дисбалансе. Хоть и не сильное движение волатильность, но достаточно уверенно работали байеры, торгуя за пределами ценового диапазона четверга. Ликвидность в рамках без аномалий, но я думаю, это, опять же, все ждут как раз этого события. Что-то там может кто-то скажет, либо же решит, договорится, не договорится. И сразу финансисты будут реагировать на эти данные. Причем у них, я думаю, уже расписаны сценарии в случае такого исхода, такого исхода. Они просто ждут подтверждения. Они уже, некоторые, наверное, уже даже запустили свои механизмы. Еще одно сопротивление здесь. Ну, это уже второго масштаба, второго уровня. Но, в общем, позиционно 82-84 надо осилить. Желательно ближайшее время. Это будет очень неплохо. По Сбербанке Газпром. Перед стартом на бай, то есть, когда будет РТС набирать уже площадку, посматривайте на эти акции. Там должна также начинать расти ликвидность посвященно. Так как это первая волна, это фондовый маркет. Это фактически фундамент для индекса. Поэтому сначала здесь начнут закидывать объемами. А на РТС это уже соответственно. Причем Сбер держится намного красивее и увереннее, чем Фьючер. РТС, то есть, площадка, которую сформировали на максимуме за этот период, с июня, за лето, там, достаточно неплохо. Продержались две недели. И вот текущая неделя пока не посмела. У Тенинджи 73-й это хороший знак. И хоть ликвидность рабочая, не такая уж аномальная, как была в конце августа, но Сбербанка пока держится относительно коридора неплохо. Газпром немножко разбалывали. И такие вот проскоки почему-то участились. Особенно видно три таких жестких маневра на сброс до 134-й. И это уже третий поход. Здесь как раз ликвидность чуть-чуть была повышена. И порядка шести сессий шли чисто на снижение. За нефть это связано, либо там какие-то свои маневры. По крайней мере, если повторится такой сценарий, ну, сколько раз, два, три, три сессии должно вот минимум пройти, чтобы они вернулись на исходную. На хотя бы на 140. То есть, если в четвергу Газпром не будет на 140, то, возможно, мы видим как раз и снижение по Газпрому. Так как там, наверное, знают, что будет с ценой на нефть. Либо догадываются. Ну, в общем, 41-44 плита и дрова прошлого контракта. Ну, не контракта, а период. И поддержка в районе 133,500, 136. Даже можно взять 135,5. Тут 4 сессии идут на таких чуть-чуть повышенных оборотах, поэтому могут, в принципе, вернуть на исходную. Ну, посмотрим. Классер чарт. Ну, значит, инсайт, который есть у Макса. На каких предположениях столь уверенное высказывание о том, что Газпром идет ниже? Так, РТС, ой, не тот диапазон выделил, сори. 80-200 по 82-100. Здесь, ну, активно в последнее время работали агрессоры на шорт. Видно по Дель Торио. И слабенько активность байеров под пятницу. То есть, если открытый интерес упал под пятницу, там, скорее всего, фиксили шорты. Да, да, упал. Ну, не сильно, как бы, но фиксация была. То есть, скорее всего, шорты фиксили, и это вызвало Дельту на бай. Волну вот такую. Так, 15 минут. Зуб даю. Это в программе одной, кажется, прожектора Белис Хилден. Прогноз погоды на Кавказском радио. Завтра будет дождь, мамой клянусь. Так и у Макса. Газпром упадет, зубы дает. Так, ну, хоть рассмешу. Так. 15-минутный интервал. Здесь два блока массива. Ну, здесь вечерка, но в любом случае, первый, второй на одном уровне. Маневр на снятие стопов здесь не спрячешь, как говорится. Ядро 77, 900, 78, 800. Здесь и вторник, и среда, здесь и пятница. Четверг на реверсе попробуем, пощупаем в качестве поддержки. Если будут идти по диапазону и даже не заметят, это, в принципе, нормально будет. Потому что и четверг, и пятница в основном была фиксация позиций. Ну, не всех, но по открытому интересу количество сделок снизилось. То есть, тут не набирали активно на вход. И ориентироваться будем от снятия на 77, 900, 78, 800. Ну, и плюс все новости, отчеты, события здесь обязательно нужно учитывать. Любой позитив на повышение стоимости барреля нефти, естественно, отобразится на газпроме и на артенсе, и, соответственно, наоборот. Сейчас мы еще раз смотрим нефть, там будет уже есть никотин. Рубль. С половины августа, что, в принципе, иногда радует. Стабильно держаться в коридоре, это неплохо, но нужно уже делать движение в сторону 30, например. Итак, 63, 300 по 65, 100 плита номер один. Тут была повышена ликвидность, но гипервмешались уже Центробанк на этом коридоре. Поэтому здесь вот сопротивление первый этап, первый блокпост, и 69, 800, 700, 300, и то третий, 70, 500. Ликвидность идет в рамках, причем даже чуть подупала вот в последнюю неделю вот этого. Сильных расширений диапазона нет. В принципе, ждут, скорее всего, по нефтянке какие-то результаты. Ну и 60, 400, 61, 400 по второму уровню поддержки после 63, 300. Смотрим на спот. Пока четкой тенденции. Ну, здесь, опять же, все завязано на определенных инструментах. Ждем выхода из боковика по нефти, и там уже станет ясно, что будем делать. Так, тут такая достаточно широкая массивность, мы даже возьмем ее, разобьем на две части. 66, 90, 68, 60. Это первая плита, которую вот после тестирования 72 наформировали. И чуть ниже формируется вторая плита, опять же, в ожидании, пока вот держится небольшой участок, вернее, небольшой период времени нефть в районе 40, 50. Пока вот, видите, недельку простояли аккуратно возле 66. И вроде как посматривают на 64, 63. Здесь на споте, тут три сессии очень активно работали на покупку 62, 40, 63, 20. Потом еще один 60 уровень, это вторая поддержка. Ну, главное, чтобы вот это удержали, 67, 68, 50. Вот эти уровни, это уже край. В принципе, вот движение в районе 68 на 66 было, в принципе, неплохо. Еще, думаю, нефть чуть-чуть подороже будет. И атака 64, 60 и 61, в принципе, будет не за горами. Нужно только дождаться. Если все-таки коварные абрикосы толкнутся, оно ниже. Не знаю, как с ними разговаривают арабы, что там происходит, как они договорились. Ну, посмотрим. Так, давайте заглянем лучше на дельту. На споте, на фьючке. Ну, такое. Даже вот 23 до 24 очень слабая дельта была со стороны. А ликвидность? 5, тут 6. 5, 6, 5, 5,5. И по 3,600. И снова 5. Ну, здесь нормально, а вот тут чуть подупало. Есть и по 8 даже в ликвидности. На фьючке. Ну, если вы смотрите в телевизор для нас. И, конечно, я буду говорить. Вот две сессии 15-го и 16-го, так душили именно селлеры, возьмем эти коридоры, выделим. И, как видите, на минимуме пятницы, обратите внимание, на минимуме пятницы дельта на продажу продолжает расти. То есть, по лаям там похоже, что... Сейчас посмотрим, открытый интерес. Если там набрали позиции, то, возможно, по отношению к четвергу набрали. Набрали 23-го, то корванули, потом сбросили конкретно маневр, чуть выше, конечно, выбил. И снова идет набор, причем на минимуме набирают позиции, как видите. Поэтому вполне может тенденция и на понедельник-вторник остаться. Потому что все вот дельта крупная на бай, она ничего не смогла сделать, никаких покупок так и не прошло. Здесь вот тоже самое, то есть расширяет коридор сейчас только вот агрессоры на бай. Ни одна дельта на покупку ничего не смогла сделать. Поэтому вполне может быть, что если понедельник не посмеет толкнуть выше 67-300, то, в принципе, мы можем чуть-чуть подупасть. Хотя бы до трех шестерок, хотя бы. Как минимум. Так. Две недели идут на такой равномерной ликвидности. Похоже, что какие-то плановые у них идут торги, прям как под линейку ликвидности. Ну, все уровни поддержки мы уже неоднократно выделяли. 1.1 по 1.10.50. Тут коридор однозначно нужно выделить на поддержку. И тут поддерживали, но три сессии атакуют и атакуют. Причем четверг, скорее всего, скинули по стопам. И шарты уже в два раза повторяются. В принципе, если понедельник уходит под пятницу, то немножко, думаю, поднажму. Фунт ушел на пробитие минимума. И это... Сейчас посмотрим по открытому интересу. Ну, вот тут такое сомнительное движение было. Что-то вот набрали сделки, скидывают. В общем, как-то они не уверенно себя ведут. Видите, ровная... Активность ровная, никаких всплесков нет. Поэтому мы его ждем. Фунт. Вот как раз фунт потенциально возможную поддержку продавил. Причем даже не заметил. И вполне может... Похожа ситуация будет и с евро. Фичом. Частенько фунт раньше уходит. Это неоднократно было замечено. И висит прямо над пропастью. То есть, вот... Минимум уже повторно 52-го тестит. Хоть ликвидность небольшая, сопровождается в свете этого, но платформа в районе 56 с половиной, 55 и 20. Это номер один. Весь коридор лета в этом диапазоне возле 56-й провели. И вот похоже, что либо попрощались уже в декабрьском контракте с 56-й. И, как видите, за раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь сессий идет продажа. Буквально вот на шестой сессии передохнули. И не останавливаются. Неделя закрывается, наверное, минимуме. Интересно, интересно. Так, франк, я помню, просили неоднократно. Здесь тоже уже практически на... В ожидании пробития 0.15. Четверг тоже так дерзко попрощался с 31.0.35. Площадка была еще с прошлой недели. Ну и все, остается вот поддержка 0.15-0.23 по франку. Нефть. Так, ну коридор, видите, сами. 44, 48, даже, сказать, 47. Вот, три этих несчастных доллара, мы солят уже с начала сентября. Ликвидность, которая тормознула снижение до 40-го и пока вот эти уровни удерживают. Ну, фактически, можете прям ставить алерт на 44.50, 44. Если срабатывает алерт на 43, ну, это не очень хорошо. Тут удерживают в коридоре. Тут удерживают в коридоре. То есть, рикошет будет, я думаю, пока что-то не прояснится. Ликвидность идет равномерная, без, можно сказать, даже количественного изменения. Не растет и не падает. Идет три недели, идет однотипная ликвидность. Коридор, вот, за период с 15 июня, то есть, тут все контракты, которые там были, это как раз 46 и даже 46.3 по 44.3. Вот, самый плотный коридор. Ну, по большей части, отразилась вот эта активность. Но то, что после силема такого коррекционного момента висят, вот, не падают ниже 44.4, в принципе, еще есть надежда, что как-то урегулируют цены. Следующий барьер – это 49.00, вот здесь тоже так, недельку пыхтели от селлера, 48.15, 49.15. И даже вот там мы прекратили активный рост. Поэтому, если пробьем 48-49, это аллилуйя, это очень круто. А бренд, держит и бренд. Ну, коридорность идентичная, и тут плотненько вот 47.4, 49.4. Это вот по последней тенденции, ну, по последним двум неделям. Чуть-чуть можно сместить, срок 8.50.5 за лето плюс вот сентябрь. Но на бренде ликвидность чуть повышенная идет, ну, если брать в сравнении летом. То есть, в прошлой неделе чуть подтянули ликвидность и на этой, вот в среду особенно резко спкнули по ликвидке. Единственное, что потом ровно, вот видите, 29 тонн. Все, подбород, там 500 контрактов лишних просто болтается. Ну, в общем, ждут. Поэтому здесь и нам остается ждать. Так как мы следим за движениями крупного игрока, нам нужно дождаться, когда он получит информацию и начнет действовать. Тогда уже и мы начнем действовать. Так, где там? Ну, в общем-то, на сегодня все. Спасибо, что посетили. Не забывайте, приходите в следующую пятницу в 20.00, как обычно, в протяжении нескольких лет. Всем хорошего выходных, хорошего вечера. До следующей пятницы. До свидания. Пока.